МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, каким образом можно реализовать свой выбор, мы беседуем сегодня с генеральным директором государственного предприятия водоснабжения и водоотведения Александром Горицем. Александр Востелевич, здравствуйте. Итак, первый вопрос. Что изменится в связи с подписанным законопроектом в правилах приобретения, установки и обслуживания приборов учета воды? На самом деле изменится не так уж много, но, наверное, основное. Сегодня у человека появляется выбор, которого не было по старому закону. Выбор заключается в том, что человек, приобретая и устанавливая прибор учета за свой счет, все-таки за свой счет, может после этого принять решение либо продолжать не платить никому, платить, вернее, платить только за услугу, он будет получать нашу квитанцию, там будет, по сути, либо одна, либо две строчки – вода и канализация, и техобслуживание, если оно есть, либо все-таки оплачивать нашему предприятию ГУП водоснабжения и водоотведения некое абонентское обслуживание этого прибора учета. За эти деньги водоканал будет всегда заниматься их поверкой и будущей замены. Учитывая, что приборы учета воды учитывают агрессивную среду, их срок службы невелик. Завод-изготовитель в среднем дает 8 лет. Хотя организации, которые занимаются поверкой, они имеют, скажем так, более богатый опыт, чем у нас, они говорят, что приборы учета выходят из строя, причем так, что ремонту они не подлежат, в среднем от 3 до 15 лет. Это как повезет. Поэтому выходит, что прибор учета не вечен, он требует замены обязательной. Если абонент заключит с нами договор и будет платить так называемую эту абонентскую плату, то тогда эта проблема будет решаться силами водоканала. Если надо будет заменить в течение 10 лет, ну, грубо говоря, 3 приборов учета, то водоканал их заменит. Если же вы не будете платить абонентскую плату, то риск остается у абонента. Человек решил не следовать этим рискам, передать на баланс водоснабжающей организации. Что он должен сделать, его действия? Практически он должен только прийти к нам, прийти должен, он должен написать заявление, которое будет для нас являться основанием для приема на баланс его приборов учета. После этого он на следующий месяц получит квитанцию, в которой будет уже вот эта абонентская плата отражена. И он будет платить с этих пор всегда абонентскую плату. То есть в любом случае, кто становится тогда собственником? Остается сам потребитель или все-таки… Нет, в таком случае, если человек передает нам прибор учета и оплачивает абонентскую плату, это вещи взаимосвязаны. Тогда собственником становится водоканал, и мы этот прибор учета, когда он выйдет из строя, заменим на новый. Причем неважно, сколько раз он будет выходить из строя. Один, два, пять. Мы всегда его будем менять самостоятельно. Александр Васильевич, ну он же купил этот прибор учета. Да, он его купил, но давайте посчитаем деньги. Раз в пять лет в среднем, бывают разные приборы учета, бывает и в два года, бывает в четыре, но возьмем даже в среднем раз в пять лет. Абонент обязан его демонтировать, отдать в организацию, которая будет заниматься поверкой. И это не обязательно водоканал, это возможно водоканал, может быть любая другая организация. Он его должен поверить, установить снова. Еще через пять лет он должен поверить, установить снова. Если он поверку не пройдет, он должен купить новый прибор учета. И это процесс бесконечный. Каждые пять-восемь лет, пять-десять лет необходимо будет человеку нести затраты. Поверьте, это затраты немаленькие. Если сесть и внимательно просчитать вот эти перевозки, вот представьте себе абонента из города Каменки, например. Организация, занимающаяся поверкой, находится в Террасполе. Ему необходимо демонтировать свой прибор учета, каким-то образом доставить его до Террасполя, сдать его на поверку, выздать некоторое количество дней, день, два, пять, ну, смотря какая очередь. После этого приехать снова, забрать прибор учета, поверьте, это очень дорого и очень неудобно. Поэтому гораздо разумнее платить каждый месяц тех два рубля, три рубля, сколько это будет стоить, и не заморачиваться абсолютно. И причем абонент не будет даже контролировать сам процесс. Вот эта дата снятия на поверку, она фиксируется водоканалом обязательно, в любом случае при регистрации. Поэтому раз в пять лет мы просто поставим абонента в известность, придем к нему, демонтируем все приборы учета, сколько у них есть, а это в частном секторе один, а есть абонент, у которых шесть приборов учета одновременно. То есть водоканал придет, все снимет, поставит сразу новый, одновременно. Снял один, поставил другой и уйдет. Абонент спокойно живет дальше. Минимум нагрузки на человека. Единственное, что это за деньги абонента. Ну и деньги небольшие. А сколько это? Государство нам не позволит. Вот мы государственное предприятие, я с этим абсолютно согласен, это правильно. Вот нас всегда держат всех, все энергоснабжающие организации нас всегда держат в тонусе. Нам государство не позволяет ставить такой тариф, который нам бы хотелось. Поверьте, его режут очень значительно и относятся к этому вопросу неравнодушно. Тарифы естественных монополий снижают очень сильно, и вы знаете, на мое мнение, правильно делают. Вот в данном случае такая же ситуация. По нашим расчетам, вот абонентская плата такая, вот если бы это делала частная фирма, то абонентская плата была бы примерно в районе 7-8 рублей за один прибор учета в месяц. Нам, утвердя цифру, наверное, втрое ниже, это будет от 2,8 рубля в месяц за один прибор до 4,5, ну в зависимости от различных нюансов. То есть вы и как абонент, и как руководитель водоснабжающей организации рекомендуете все-таки передать? Да, я рекомендую все-таки передать и выбросить эту проблему из головы навсегда. Поверьте, за деньги 3 рубля, вот, это небольшая сумма. И даже когда будут идти годы, и эта сумма все равно будет наверняка меняться в некую сторону, наверное, в сторону увеличения. Это не будет никогда стоить 10 рублей. Это всегда будет маленькая цифра, незначительная. И абонент вполне в состоянии ее платить постоянно, каждый год, каждый месяц. Небольшая сумма. Причем каких-то особых проблем абонента не будет. Он получает квитанцию из нашей организации, там просто будет отражена эта циферка. Если вы за воду платите, ну, образно, 10 рублей в месяц, или 20, или 50, там те 3 рубля на прибор учета, даже незаметный. Но при этом вы никогда не будете думать о том, что его надо снять, надо с кем-то договориться. Необходимо его отвезти в какую-то организацию, которая поверит. А та организация вам заявит, что прибор учета не прошел по верху, необходимо купить новый. А вы будете нервничать. Зачем? Это все стоит очень дешево, недорого. И причем это будет государственная структура. Это водоканал, который, я надеюсь, всегда будет государственным. И всегда там будет руководитель, который не позволит себе вызвать какого-то работника планового дела и сказать, как хочешь, а чтобы завтра эта цифра превратилась в 15 рублей. Такого не будет. А, соответственно, это самый надежный вариант. В чьи обязанности входит отслеживать срок поверки тогда в обоих случаях? Вообще-то, учитывая, что наши абоненты, ну, исходя из личного опыта, 99,9% абонентов вообще не следят за этой датой. Они не знают. Они просто живут спокойно и ждут, когда контролер абонентского отдела УВКХ принесет ему предписание, в котором будет написано, вам через месяц необходимо произвести поверку. Ну, нам это проще, поверьте. У нас в компьютере эта информация есть. Компьютер, он кушать не просит. Он всегда это помнит. И нам заранее напоминает, что по такому-то адресу необходимо произвести поверку. И мы пишем предписание, несем. Если же абонент с нами договор заключает, то мы не будем носить предписание. Мы будем договариваться с абонентом, когда он готов принять нашего слесаря, чтобы он нам открыл дверь, обеспечил доступ. Мы придем, снимем приборы учета все, которые необходимы к поверке, поставим другие и уйдем. Вот как делает газовое хозяйство. Абсолютно правильно, удобно и разумно. Разница только между нами и газовым хозяйством. Когда эта вся история начиналась, все говорили, все, и депутаты, и население, все говорили, мы хотим как в газовом хозяйстве. Поставили приборы учета и потом один раз в какой-то период времени, даже никто не знает, в какой период приходит человек, снимает один прибор, ставит другой. Очень удобно. Я согласен. Абсолютно удобно и правильно. И газовые сети делают ту же самую работу. Они демонтируют прибор учета, несут его на поверку. Для того, чтобы два раза не ездить, они сразу вешают другой. Мы будем делать точно так же. Одна только разница. У нас финансовая ситуация гораздо-гораздо сложнее, чем в газовом хозяйстве. И поэтому сегодняшнее решение, на мой взгляд, абсолютно оправдано. Мы этот ВОЗ с этим законом питьевом, мы сдвинем его с мертвой точки, и закон будет работать. Ну вот еще разница между газовым хозяйством и водокозяйством. Все-таки счетчики находятся на балансе газового хозяйства. Они их покупали, они их выкупали у населения. В этом изменении к закону есть пункт, который позволяет льготной категории граждан получить данный прибор учета бесплатно. Но он оговаривает, что это должно произойти за счет средств республиканского бюджета. Если у государства деньги появятся, то тогда льготная категория граждан сможет получить компенсацию за вот эти приборы учета. И по закону эта информация должна быть доведена до 1 июня. Сегодня я не готов сказать, когда это будет, но по закону будет. И все будет зависеть только от правительства. Будет финансовая возможность, компенсируем. Но не всем, только льготным категориям граждан. Но опять же, это из-за недостатка средств. Но в перспективе все-таки просматривается такая возможность или пока вы даже не можете о ней говорить? Если спрашивать мое мнение, сегодня меня не все, наверное, поймут люди, потому что ситуацию в водоснабжении лучше меня, ну, наверное, не знает никто. Поэтому, вот поверьте мне на слово, сегодня отрасль находится в работоспособном состоянии, но из-за того, что уже, наверное, почти два десятилетия значительные средства не вкладывались в нее, модернизации у нас не происходило. И получается, что мы эксплуатируем оборудование, которое было установлено в советское время, причем оно было рассчитано на рост численности населения и закладывалось, как всегда, любой нормальный хозяин закладывает некий рост. Поэтому трубопроводы прокладывались большего диаметра, насосные агрегаты ставились в большем количестве и большей мощности в надежде на то, что население будет расти. Вот в городе Тирасполе по планам государственным должно было быть население 250 тысяч человек. Исходя из этого, принимались решения проектные и строительные и строились насосные станции, которые мы сегодня эксплуатируем. При этом население значительно ниже. И мы эксплуатируем оборудование, которое, по идее, можно было бы, наверное, в два раза снизить мощность. Что снижает затраты предприятия на электроэнергию, на другие расходники, на обслуживание снижаются затраты. И, соответственно, тариф можно было бы снизить. Но для того, чтобы сегодня сделать такие правильные шаги, а не правильные, нужны огромные деньги. И если повесить на чашу весов, с одной стороны, прибор учета населения, а с другой стороны, насосное оборудование, допустим, вообще наличие насосных станций на наших территориях, на водоканальных, я бы, по-хорошему, потратил бы деньги быстрее на насосную станцию. Потому что она мне позволит, модернизировав объект, не поднимать тариф вообще. Сегодня мы почему вынуждены тариф поднимать? Потому что затраты предприятий растут, а модернизация не происходит. То есть мы не можем себе позволить поставить более современное оборудование, которое снизит затрату. А значит, мы продолжаем эксплуатировать неэффективное оборудование. И до тех пор, пока мы не заменим его, до тех пор у нас не будет снижения затрат. А не будет снижения, к сожалению, будет расти тариф. Это взаимосвязанные вещи. Выходит, что все равно необходимо деньги вкладывать в отрасль. Тогда рост тарифа можно остановить. А вот когда мы остановим рост тарифа, тогда можно говорить о компенсации за приборы учета. На модернизацию полную отрасли водоснабжения в одном только городе Террасполе необходимо примерно миллиард триста миллионов. В эти деньги входит замена трубопроводов, замена оборудования на насосных станциях, кое-какие строительства новых станций вообще, потому что часть города не канализована совсем. И капитальный ремонт и модернизация очистных сооружений это очень большие затраты. Это действительно дорого стоит. Но при этом я понимаю, что таких денег в городе нет. Но стремиться необходимо. Я понимаю, что это очень дорого. Но не делать ничего тоже нельзя. Вот и выходит, что сегодня у государства такая серьезная дилемма. Либо вкладывать в сети, в оборудование, либо вкладывать в приборы учета. Поверьте, приборы учета не так остро стоят. Поэтому, когда это произойдет, не знаю. Александр Васильевич, спасибо, что встретились с нами за вашу беседу, за ответы. Удачи вам в вашей работе. Это был проект «В центре». Всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова